На воображаемой сцене юноши, которая напоминает нам Александра Сергеевича, разве что кудрявой шевелюры. В Нижнем Новгороде прошли премьерные показы спектакля «Спасти камер юнкера Пушкина». Пьесу Михаила Хейфица поставила заслуженная артистка России Елена Фирстова. Таким необычным углом подавалась история дуэли Пушкина и нам показалось, что вот это вот сочетание необычное, которое соприкасается с нашей жизнью, про нашу жизнь, про нашего человека, про всех, про нас, собственно говоря, про наши взаимоотношения с великими, с культурой и про то, насколько вообще эта культура сейчас вообще востребована. Вот эта пьеса про это нам показалась. Многочисленные роли постановки исполнили четыре актера, которых объединяет театральный цех. Это Иван Пилявский, Ирина Захарова, Антон Щагвин и Константин Кибардин. Особенности театрального цеха – отсутствие собственной площадки и небольшая труппа. У нас не очень много на площадке, но, опять же, говорю, для нас не важно заявить о себе, вот мы вот такие вот классные. Нет, для нас важнее поговорить со зрителем, который к нам приходит. И камерное пространство сцены, оно помогает, когда ты сидишь в портере и на рампе видишь действие, да, ты можешь дистанцироваться от него, ты можешь отключиться от него, но вот здесь, в этом пространстве, отключиться невозможно. И здесь сложно и актеру существовать, потому что зритель остается рукой подать, и ты не можешь его обмануть. Здесь и сложно зрителю, невозможно отвлекаться практически, невозможно выключаться из представления. Ты продолжаешь все переживать и продолжаешь находиться вот в том, что разворачивается на твоих глазах. За полтора часа актер Иван Пилявский, исполнивший главную роль, входит не только в образ поэта. Его персонаж растет на глазах у зрителя. Сначала детский сад, потом школа, училище, армия. И в каждом возрасте его в прямом смысле преследует только одно имя. Имя великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Да, почти половина моего дома учится. Мне еще одну остановку плюхать ради Пушкина? Да мне его что, в детском саду хватило? Спектакль Елены Фирстовой заставляет зрителей то громко смеяться, то задумчиво замирать. Он, как и пьесы Михаила Хейфица, показал неизменность человеческой природы из века и век, затронул тему судьбы и ее неизбежности. Алексей Рожник, Серенонисимова, Георгий Захаров, столица Нижняя.